Антисептик используют после каждой загрузки. Барнульский рекоператор усилил меры санитарной обработки экипажей. Был проведен неплановый инструктаж для сотрудников. Сотрудникам выданы антисептические средства, каждое транспортное средство. После забора контейнера они, садясь в автомобиль, проводят дезинфекцию своих рук и необходимых поверхностей, для того, чтобы дальше двигаться по маршруту. Несколько недель, как в Барнауле в мусорных контейнерах, появились новые отходы – защитные маски. С каждым днем пандемии их становится все больше. Да, сейчас много выбрасывается, и граждане не понимают, что нужно в пакетик их складывать. Бывает, что просто маска валяется, без ничего не защищена. Действительно ли защитные маски, которые люди носят в течение дня, а затем выбрасывают, как обычные отходы, представляют опасность? И необходимо ли их утилизировать, к примеру, как медицинские отходы? Как пояснили нам в Роспотребнадзоре, согласно постановлению, эпидемическую и токсическую опасность для здоровья человека представляют лишь мусор, который выбрасывают в больницах. Шприцы, капельницы, халаты, простыни – остальное к медицинским отходам не относят. Маска, которую человек использует в индивидуальных целях, для того, чтобы пойти в общественное место куда-то, либо на общественном транспорте проехать, она по этим критериям не подпадает под медицинские отходы. То есть при посещении продуктового магазина или при общении в общественном транспорте, мы общаемся с людьми, с такими же, как мы, у которых нет диагноза, у которых нет этой клиники. И то есть маска, сказать, что она чем-то заражена, нет. И все же сотрудники Роспотребнадзора советуют, перед тем, как утилизировать маски, обработать их антисептиком и сложить в отдельный пакет. Лишь затем отправлять в мусорное ведро. Такой путь поможет и вам спать спокойнее, будете уверены, что сделали все возможное, чтобы обезопасить себя и окружающих. Никита Ермаков, Андрей Печоркин. День с толком.